Девяносто пять лет с момента начала работы Томского областного краеведческого музея. В практически вековой истории есть разные страницы. Двадцатые. Годы открытия и создания первых выставок. Золотое время, когда штатом в несколько человек музей стал одним из авторитетных учреждений края. Тридцатые. Время нестабильности, трагической судьбы директора Михаила Бонифатьевича Шатилова, который оживил музей. Затем трудные военные и послевоенные годы, когда музей был закрыт. В пятидесятых-шестидесятых Томский краеведческий вновь встает на ноги. В семидесятые это уже очень значимый объект. Восьмидесятые. Годы застоя и ремонта. В то же время активного пополнения фондов и формирования коллекций. Конец девяностых. Начало двухтысячных. Начало новой жизни музея. Первые серьезные выставки. Своя издательская деятельность. 2004-2006 годы. Томский краеведческий оказывается в центре событий. Четырехсотлетний юбилей города и российско-германский саммит. Музей принимает гостей самого высокого уровня. Представителей российского и немецкого правительств. Сотни гостей со всей страны и зарубежья. Две тысячи десятые. Годы расцвета и новый этап в жизни музея. Связанный с переосмыслением и поиском своего места в жизни региона и местных сообществ. Сейчас музей, он действительно стал современным. Он очень современным. Он очень востребован. У меня такое ощущение, что мы готовим выставки технологичные. Мы сейчас готовим выставки практически на все вызовы времени, на все злобы дня, на все темы, даты, которые происходят не только в регионе, но и в России, и даже за рубежом. Особенность Томского краеведческого – это не один музей, а целая сеть. Каждый филиал охватывает свою область истории и позволяет полностью погрузиться в нее. Вместе с коллегами мы, по сути дела, пытаемся расколдовать музейные предметы, выявить те смыслы, которые за ними стоят, вовлечь эти смыслы, капитализировать их, сделать интересными для наших современников и сохранить для будущих поколений. Алло, здравствуйте. Краеведческий музей, я вас слушаю. Да, конечно, у нас есть и что посмотреть, нам есть что показать. Лицо музея – выставочный отдел. От того, насколько хорошо он выполнит свою работу, зависит интерес посетителя к музею. Впрочем, для самих научных сотрудников новая выставка – это скорее творческое задание. И, как любой художник, они нередко забывают о времени. Бывает, девушек из выставочного можно застать в музее даже ночью. Настолько этот процесс рождения экспозиции затягивает. Каждая выставка, она рождается в муках. Прежде всего обсуждаем и приходим к какому-то консенсусу, вот в рабочей группе, как она будет выглядеть. Создается такой небольшой муравейник, где что-то бегают, разговаривают, что-то придумывают. Мы каждый раз думаем, из каких материалов мы это будем делать, и это, конечно, ограничение. И финансы – это тоже ограничение. Но мы всегда стараемся быть такими голодными и безрассудными в самом начале, по крайней мере. Главное, чтобы выставка эмоционально цепляла, чтобы она где-то там струнами души начинала играть, чтобы у человека появилось впечатление и на самой выставке, чтобы он думал о ней и о предмете разговора уже после. За десятки лет сотрудниками выставочного отдела музея созданы сотни выставок. И что с годами не меняется – желание подать тему с неожиданного ракурса. Как, например, экспозицию «Великий чайный путь». Традиционную тему о Сибирском тракте, которая представлена практически в каждом музее, который стоит на торговом пути, раскрыли через всеми любимый чай. Особый интерес экспозиции придали предметы из уникальной коллекции томского полковника Полу Мордвинова, привезенные им из Маньчжурии. Восточную коллекцию бережно хранит и изучает Александра Котенко. Она – единственный сотрудник музея со знанием японского, да к тому же влюбленный в Восток. Когда мы, допустим, проверяли наличие предмета в фондах, это называется сверкой, и передо мной доставали впервые вот эти предметы, с которыми я буду работать, я после этого очень радостно ходила, фактически летала по музею. Я вижу предметы, понимаю тоже, что это такое, как оно используется. Культуру азиатскую я действительно очень люблю, она мне интересна. Мне нравится их менталитет, мне нравится, пожалуй, даже экзотика. Мне нравится, что они именно другие, и вот изучая то, насколько они другие, я, наверное, понимаю себя и понимаю нашу культуру. В 80-х человеку, пришедшему в музей, достаточно было аккуратно выставленных экспонатов и интересной экспликации. Сегодня другие требования. Зрителю 21 века нужно не только видеть и слышать, но и чувствовать себя внутри исторического события, принимать в нем участие. В ответ на это экспозиции музея стали интерактивными и даже больше. Яркий пример – сибиряки вольные и невольные, место, попадая в которое, мурашки бегут по коже. Новаторство данной выставки заключается в том, что вполне традиционная экспозиция, пусть она интерактивная, но этим уже сейчас никого не удивишь. Мы соединились с сайтом, на котором любой человек, живущий или даже живший в Сибири, и могущий рассказать историю о своей семье, с какого-то поселения, он может разместить свою историю и таким образом стать участником, полноценным участником экспозиции. Голоса переселенцев, атмосфера отчаяния и надежды, плюс интерактивная игра, в процессе которой современный человек может пройти по следам переселенца и столкнуться с его трудностями. Все это вызывает эмоции, которых не даст ни одна книга, ни один фильм. И это, считают сотрудники выставочного отдела, победа, когда посетитель историю пропустил через себя, значит она останется в его сердце. Хозяева музейных залов-смотрители всегда рядом с экспонатами, следят за их сохранностью и заново учат историю, только на этот раз интересней и глубже. Книги, естественно, смотришь, телефильмы смотришь, читаешь книги, это, конечно, интересно, и так успеваешь, но вот это музей, это совсем другое, это вот все видишь на глазах. Сердце музея. Фонде. 219 тысяч предметов накопил Томский краеведческий с 1922 года. Что-то приносили люди, что-то пришло из археологических экспедиций, что-то найдено в архивах самими сотрудниками. В этой лавке древностей работают хранители. Каждый предмет для них на вес золота. Работа, не поверите. Она мне снится. Мы заполняем базу, нам поставили музейную программу, и мы заполняем базу. Какое-то время эта база обкатывалась, еще сейчас до сих пор бывают сбои, страшный сон хранителя, ты написал карточку в комиссии, а потом ее заново открываешь, и информация куда-то исчезла. Работа снится, снятся витрины, снятся предметы, снится это здание, музейный двор. Говорят, работая в научно-хранительском отделе, начинаешь лучше ощущать связь времен. Столетия в масштабах фонда – это не срок. К молодым предметам в пару десятков лет даже большого интереса нет. А вот к тем, что постарше, уже испытываешь трепет. Особенно, когда встречается что-то необычное. Для Натальи Плетневой таким открытием стал Буцудан, домашний буддийский алтарь. В музее он лежал с 1954 года, но особого внимания к себе не привлекал. Я была в хранилище. Вот кто-нибудь мимо идет, короче, каждого встречного, поперечного. Я выскакивала из хранилища, заводила и показывала. Он долгое время хранился, разделенный на отдельные, как сказать, конструктивные элементы. Мы его собрали, как конструктор лего собирает. То есть он при этом где-то… Ну, мы насчитали 48 конструктивных элементов. Он очень красивый, очень. Работа здесь во многом рутинная. Искать, распаковывать, чистить, запаковывать, перекладывать с виду не очень интересно. Поэтому в хранители случайные люди не попадают. Только те, кто знает цену историческим артефактам. В глубинке у нас в Сибири многое как бы зыждется на порядочности людей. Потому что, сами понимаете, за всеми не следишь. Если же Эрмитажа не уследили, то тем более у нас. То есть порядочные люди, все на месте, все в порядке, все хранится десятилетиями. Место, куда вход разрешен не каждому. Архив музея. Тут все как в аптеке. И даже четче. Дело имеют с документами, которым 300 лет. Директор архива Ольга Тимофеева до сих пор не может поверить, что именно ей вверено беречь бумажное достояние музея. Когда я вот смотрю документ, мне кажется, что я даже начинаю слышать звуки. Я начинаю чувствовать ту атмосферу, которая описывается в данном документе. И я готова смириться с тем, что я прихожу домой в 10 часов. Потому что оторваться просто невозможно. Я счастлива от того, что имею возможность соприкасаться с этими документами. От писем с фронта – слезы. От страшных приказов – шок. От иллюстраций столетней давности – удивление. Каждый день архивиста приносит какие-то открытия, говорит Ольга. И это она не согласна променять ни на какую другую должность. Ее миссия – работать с прошлым в настоящем для будущего. Еще одна кладовая сокровища прошлых веков – библиотека-музея. Самая крупная музейная библиотека в Томской области. Она ведет свою историю с момента основания музея в 1922 году и по праву считается его ровесницей. Здесь хранится около 30 тысяч экземпляров книг и периодических изданий, в том числе и те, которых больше нигде не найдешь. Мы выявляем все газеты, которых нет в оцифрованном виде нигде, в частности, в библиотеке ТГУ. И в дальнейшем планируем оцифрованные варианты выставить в своей электронной библиотеке, и они будут доступны на сайте НБТГУ. История Сибири и Томского края. Исследовательские работы сотрудников музея во всех областях наук, изданные и неизданные. Все, что хранится на полках библиотеки, доступно каждому, кто интересуется краеведением. Привести любой экспонат в порядок стараются в реставрационных мастерских Томского музея. Здесь работают мастера высшей категории, не только по образованию, но и по призванию. «Счастливый тот человек, кто с радостью идет на службу», считает Сергей Дементьев. Лично он уже много лет с нетерпением идет в эту просторную мастерскую в любой день недели и любое время суток. Не работать. Творить. Потому что нет большего удовольствия, чем прикасаться к вещам, сделанным руками мастера десятки и сотни лет назад. У них есть душа. Не сразу не схватишь эту вещь. И это никакой тут мистики нету. Энергетика, она присутствует. И вот она сегодня не пошла. Я откладываю, значит, эту вещь. Значит, не время. Очень простые вещи. Вот сейчас я упаковал, береста была. Не мог подкрасться. Очень, ну, у меня много их вещей. Наверное, она с год лежала. Инструменты. Те, что держали в руках мастера в начале прошлого века. А иногда скальпель и пинцет. Ведь работа реставратора столь же тонкая, как у хирурга. Порой даже ювелирная. Владимир Фадеев дает вторую жизнь археологическим находкам. Гордость томского краеведческого, предметы кулайской цивилизации приведены в порядок именно этими руками. Давать новую жизнь старым вещам – основная черта его характера, как и любого реставратора. И он, как человек, всю жизнь работающий с предметом, считает неверным современное представление о том, что современному музею не нужен экспонат, а достаточно лишь его изображения и информации. Изображение несет только информацию, а предмет несет уже эмоции. Это, как вы говорите, тут уже можно, как сказать, фантазировать, исходя из какой-нибудь информации или просто уже домысливать что-то, где он был, что он, как, кто его брал в руки, как его делали, какой рукой пилили. Сегодня, чтобы быть востребованным музеем, недостаточно иметь уникальные экспонаты и красивое здание. Музей 21 века – другой. Мы пытаемся уйти от музея-хранилища к музею-соучастия. То есть, некоторыми проектами мы пытаемся вовлечь в музейную работу самих посетителей. С приходом шесть лет назад Святослава Перехожего жизнь краеведческого изменилась. Другая политика – модернизация отношений с посетителем, доступность краеведческого для любого человека, готовность музея к экспериментам. За это Святослава Перехожего называют директором новой формации. «Ночь в музее», «Музейный сад», «Царская уха» – это лишь малая часть проектов, которые организовал Томский краеведческий в последние годы. Благодаря им томичи и жители региона стали относиться к музею по-другому, как к месту, где происходит много интересных событий и где всегда можно интересно провести время. Причем в любом возрасте. Культурно-образовательный отдел музея подумал даже о двухлетках. Для них придуман спецпроект «Малыши в музее». А тебе интересно отправиться в путешествие по музею? По моей листью тропинке. Я специально ее протоптала. Автор проекта – педагог и научный сотрудник музея Олеся Жирнова. Она уверена – залы музея – самое лучшее развивающее пространство. Здесь есть все, что нужно малышам двух-четырех лет. И на что посмотреть, и что послушать, и что потрогать. Я начала вот грибочки, вы видели, да, я изготовила своими руками. Они мне очень помогают, они их собирают, да, то есть это как бы здоровьесберегающие технологии. Они их собирают, наклоняются, это тоже как бы такая вот зарядочка. Во-вторых, это математика. Говорю, найдите ко мне самый большой грибочек, средний грибочек и самый маленький грибочек. И они, конечно же, ищут. То есть это такие математические навыки. Этим проектом актерский потенциал научных сотрудников не ограничился. С недавнего времени в музее появился собственный театр. Своими силами научные сотрудники поставили уже два спектакля на исторические темы. Не новичоку собираемся, на фронт едем. Не бабье это дело. Ой! Самая интересная в городе площадка, на мой взгляд, потому что наш театр связан с историей. И мы не только показываем, но и рассказываем. И самое важное, что мы рассказываем не просто эмоцию, которую в театре можно получить, а человек получает новые знания, исторические знания. Поэтому те спектакли, которые мы делаем в музее, они связаны с историей нашего города. За много лет работы Томский Краеведческий зарекомендовал себя как организм, живущий активной самостоятельной жизнью. Это ценят в областном департаменте культуры. Подгонять не надо никогда. Инициатива в бесконечном количестве. Что касается духа времени, я не упомянул еще одну структурную единицу этого музея. Буквально месяц назад открылся еще один отдел, еще одно подразделение. Совершенно удивительное подразделение. Называется «Музей начала наук. Точка гравитации». Совершенно доступной для детей в форме, в форме такой игровой, понятной. Объясняются самые элементарные законы окружающего мира. Физика, химия. Детей там постоянно рой. Одни уходят, другие заходят. Удивительное просто место получилось. Музей науки и техники. Совершенно новый формат не только для Томска, но и для Сибири в целом. Подобных музеев в нашей стране единицы. 475 квадратных метров. Оригинальный дизайн. Уникальные в своем роде экспонаты. Называется он «Генератор Вандеграфа». Многие путают его с шаром Тесла. Что же делает этот генератор? Посмотрите на резиновую ленту. Видите, она трется. И теперь вы посмотрите наверх и увидите, что у шарика волосы встает дыбом. Точно так же, как у вас, когда вы, например, снимаете шапку зимой, ну или трете шарика волосы. Что это? Это статическое электричество. Наверное, всем вам хорошо знакомое. Сейчас скопившийся заряд. Мы будем этой палочкой снимать. Ну и смотрите, что произойдет. Здесь запускают молнии. Силой мысли зажигают лампочку и управляют стихиями. От этого душа замирает не только у технарей. Филологи, лингвисты, поэты, школьники и даже губернаторы с восторгом вертят и крутят экспонаты, созданные по спецзаказу в Германии. К концу посещения любой зажатый взрослый, он немножко раскрепощается, улыбается, ему становится интересно, ему становится как-то, ну, просто, да. Потому что вначале кажется, боже, я же ничего не знаю, я ничего не помню. Почитал, покрутил, посмотрел, все понял и от этого, ну, как бы расслабляется и раскрепощается. И это, на самом деле, очень здорово. Его не зря называют самым нескучным музеем. Здесь, шутя и играя, можно познакомиться и полюбить сразу пять областей. Механику, аэродинамику, оптику, электричество и царицу наук – математику. Мы с вами подошли к волшебному аэродинамическому столу. Чем удивителен этот стол, что в нем возникает ламинарный, то есть однородный поток воздуха, в котором взлетают различные предметы – воронки, платки, перья и разные шарики. Этот стол волшебный. Мы можем загадать желание, шепнув его в воронку, отпустить ее. И если воронка взлетит вон туда наверх, то желание обязательно сбудется. Еще один отдел Томского краеведческого музея, где творятся волшебные вещи – планетарий. Сотрудники уверены – нет в мире человека, который никогда бы не интересовался небом. Они с радостью встречают любого, кто разделяет их страсть к изучению Вселенной и смотрят с ним в телескоп. Но задача планетария – не просто рассказать детям и взрослым о планетах, а сформировать у них научное мировоззрение. Сейчас в этом, конечно, помогают современные технологии. Сейчас у нас очень хорошее оборудование, есть цифровая система, которая позволяет полнокупольные фильмы. Вот эти полнокупольные фильмы, они такое впечатление вызывают, потому что, когда ты смотришь фильм о Вселенной, «Черные дыры» или о звездах, ты чувствуешь свое присутствие в этом космосе. И эффект 3D – это все помогает лучше воспринимать. Впрочем, человеческий фактор всегда имел и будет иметь значение. То, с каким чувством экскурсовод рассказывает о своем предмете, во многом определяет, вызовет ли тема интерес. Однажды космонавт среди ночи проснулся от того, что кто-то шлепает его по носу. Он открывает глаза и ужасе вид, что какая-то рука летает по кабине станции и шлепает его по носу. Он сперва с прослойник не сообразил, а потом до него дошло, что, видимо, плохо постигнулся. Его, собственно, рука высвободил спальму мешка и начала летать по кабине станции с определенным ритмом шлепать его по носу. Такие были разные курьезные случаи, связанные с невесомостью. Приходится приспосабливаться к невесомости. Вячеслав Зырянов больше 20 лет водит группы по своему «Звездному дому». Информация о космосе, ракетах и планетах звучит из его уст, как увлекательная история, полная приключений. И каждый раз обрастает новыми фактами. Я рассказываю только очень малую часть того. Ну, я, естественно, много читал мемуаров космонавтов или людей, причастных к космонавтике, конструкторов. Чтобы держать внимание аудитории, нужно периодически делать такие вставки, подавать какие-то изюминки, какие-то интересные факты. Может быть, жареные даже факты, почему и нет. Это же не желтые какие-то материалы. Это просто интересные такие сведения, интересные факты, которые действительно имели место быть. Томский краеведческий музей объемно раскрывает историю своего края. Подчеркивает именно те события, с которыми Томск всегда ассоциировался. Высокохудожественное литье кулайской цивилизации, развитие купечества, начало освоения космоса и, конечно, историческое место политической ссылки. Прочувствовать дух 20 века в Томской области может любой. Достаточно спуститься в музей НКВД. Это единственный мемориальный музей в Томской области. Его особенность – реалистичность. Экспозиции здесь не готовили, экспонаты не собирали. Это реальная следственная тюрьма НКВД. Здесь в 20-е и 40-е годы прошлого века вершилось правосудие. Это как раз, наверное, единственный музей, где интерактивность, можно сказать, зашкаливает. Почему? Потому что в нашем музее можно реально посидеть на реальных тюремных камерах, посидеть за столом следователя, потрогать все эти шконки, параши, решетки. И это, конечно, привлекает многих посидителей, потому что у нас есть музей ГУЛАГа в Москве, где там, как все в настоящем музее, ничего нельзя трогать. У нас же практически все экспонаты и само помещение доступно для посетителей, где можно на себе ощущить вот эту атмосферу замкнутого пространства, атмосферу затхлой, атмосферу тюремных коридоров. Поэтому, когда, мы говорим, тяжело, но это в том числе играет на полное восприятие экспозиции нашего музея. Здесь цветы не растут, и ночами двери порой скрипят сами по себе. Но от этого Василий Ханевич не перестал любить свое детище. В тюремных стенах подвала он провел больше 20 лет. Сначала просто волонтером, потом сотрудником и затем заведующим. Здесь все его рук дело. Это история политических репрессий и личная история его семьи. О своей корне, уверен директор мемориального музея, каждый должен знать. Еще одно место памяти о смутных 30-х годах – единственный в России музей политической ссылки в Нарыме. Там до сих пор стоит дом крестьян Алексеевых, где жил Иосиф Сталин, отбывая наказание. В нем полностью сохранилась обстановка – кровать, на которой спал вождь, стол, за которым он сидел, закуривая трубку. Увидеть реальные исторические ценности народ едет за обь со всей России, а бывает и из-за рубежа, не пугаясь сложностей в дороге. Другим районным отделом Томского музея тоже есть чем удивить любителей истории. В Колпашевском музее широко представлена материальная и духовная культура коренного населения Северо-Томской области. Здесь находится самое большое собрание южно-селькубских предметов в России. Гордость музейной коллекции Подгорненского музея – выставка «Гора Кулайка» – исторический, культурный и археологический памятник Чаинского района. Здесь можно увидеть предметы знаменитой археологической культуры раннего Железного века. Жизнь районных музеев не так насыщена, как в областном центре, но они всеми силами пытаются привить любовь к истории своего края и заинтересовать своих соотечественников. Жители Асиновского района уже привыкли к культурной программе. Местный краеведческий музей живет под девизом «Если человек не идет в музей, значит музей идет к человеку». Помимо постоянных экспозиций, научные сотрудники часто устраивают выставки и праздники вне музея, в трудовых коллективах и прямо на улице. Очень любят асиновцы сотрудничать с детьми. Дети просто обожают музей, они очень его любят и они, ну так как непосредственно выражают свои чувства, наверное, более открыто. И можно видеть, что они из музея не хотят уходить. Вот когда они приходят с родителями, даже школьники, дошкольники, они здесь у нас, ну буквально, знаете, иногда приходится останавливать, чуть ли не танцуют в музее. Заведующая Асиновского музея Алевтина Акимова считает, что посещение музея стоит начинать с детства, потому что знание истории помогает современному человеку бороться с трудностями и, видя опыт прошлых поколений, не падать духом. Современные реалии ставят учреждения культуры в довольно жесткие условия. Выжить помогает государство. А хочешь развиваться – ищи возможности сам. Томский краеведческий музей это не пугает. Заместитель директора Светлана Зоркальцева уже давно овладела новой профессией фандрайзера. Мы, в общем-то, решили в своем музее, что мы не будем ждать манны небесной, когда вот это вот деньги, что-то на нас упадут. Да? Мы просто пошли в люди. Мы знаем все, что столько людей замечательных у нас в Томске, в Томской области, которые готовы поддержать разные наши проекты. Нас поддерживают деньгами, транспортом, оборудованием, продукцией, даже продуктовыми питаниями, потому что мы детей угощаем на наших замечательных программах. Помогает осуществляться музейным планом участие в многочисленных конкурсах и грантах. Томский краеведческий старается не упустить ни одной возможности, чтобы получить дополнительные средства для развития. Ведь на пороге столетие музея. И есть над чем работать. Чтобы это был современный краеведческий музей, это необходимо для него новое пространство. И, конечно, я бы хотел, чтобы когда-нибудь появилось новое пространство, в котором можно было показать всю историю нашей Томской области, где было бы место и для проведения каких-то конференций, семинаров, и был нормальный сервис для посетителей, потому что в наших планах создать благотворительный фонд самого музея, и тоже для нас будет новое, да? Но это все для того, чтобы мы могли развиваться. Новых проектов директор Томского музея не боится. Тем более, что теперь планы надо строить не на год-два, а на 10-20 лет вперед. Статус столетнего музея обязывает. Для меня музей – это должна быть такая машина времени, которая может перенести тебя как в прошлое, так и дать какие-то знания, чтобы ты сам мог увидеть будущее. Это действительно твоя жизнь, со всеми ее проявлениями. Кровический для меня музей – это почти все, очень много. В радости какие-то огорчения связаны чаще всего с ним в последнее время, потому что когда начинаешь заниматься своей работой, чем дальше, тем больше, она затягивает, вовлекает. Был от рады в течение долгих лет. Для меня этот музей – родной дом. Музей – это вообще моя семья. Ну, это моя жизнь. Наверное, это мое будущее. Это то место, где есть возможность постоянно совершенствоваться. Музей – это как раз та опора, которая дает человеку жизнь на будущее. 95 лет – серьезный вообще для музея возраст, поэтому не могу не пожелать музею развития, коллективу новых достижений, каждому из членов этого коллектива личного благополучия. Музей – это как раз та опора, которая дает человеку жизнь на будущее.